Россия, все готово. Китайский язык будет включен в перечень ЕГЭ. Гуанча, Китай. 19 марта 2018 года. Заместитель министра образования РФ Сергей Кравцов, выступая на расширенной коллегии Министерства образования и науки РФ, заявил, что надзорное ведомство завершило разработку ЕГЭ по китайскому языку и готово проводить экзамен. Работа по подготовке к ЕГЭ по китайскому языку проводилась на протяжении трех лет. За это время, по словам Кравцова, была разработана технология сдачи экзамена по китайскому языку как письменной части, так и устной. Подготовлены необходимые измерительные материалы, проведена соответствующая подготовка кадров. Со следующего учебного года мы готовы ввести пятый иностранный язык в систему итоговой аттестации, китайский, сказал он. Рособранадзор завершит разработку контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ по китайскому языку до 2020. В настоящее время Рособранадзор проводит ЕГЭ по четырем иностранным языкам – английскому, немецкому, французскому и испанскому. По сообщениям портала Гуанча, Гуанча, директор Федерального института педагогических измерений, ФИПИ, Оксана Решетникова в январе этого года заявила, что у девятиклассников возможность проверить свои знания по китайскому языку появится уже в 2018 году. А спустя два года, то есть к 2020 году, в планах Федерального института педагогических измерений ввести ЕГЭ по китайскому языку, повышение международного статуса Китая, а также увеличение политического и экономического взаимодействия между двумя странами доказывает, что китайская лихорадка в России не временное явление. За последние 10 лет число россиян, изучающих китайский язык, увеличилось в три раза. Об этом говорится в докладе, опубликованном в июле Центром лингвистических исследований. В документе отмечается, в 1997 году китайский язык учили 5000 россиян, в 2007 году – уже 17000, а в 2017 – около 56000. Как сообщили в Рособорнадзоре, из 6700 участников экзамена большая часть, а именно 6400 человек, будет сдавать английский – около 300 человек, французский – более 300, немецкий – почти 100, испанский. Если смотреть на количество сдающих пробный экзамен ЕГЭ по китайскому языку в 2015 году, то можно утверждать, что экзамен по китайскому языку будет очень популярным. Научные круги также говорят о том, что выпускники со знанием профессии китайского языка будут очень востребованы на рынке труда. Субтитры создавал DimaTorzok